Учёные всего мира объединились в поисках действенного лекарства от коронавируса. Для этого необходим подбор потенциальных вариантов веществ, способных связываться с вирусом и повреждать его. Такую задачу сравнивают с поиском иголки в стоге сена. Ведь в природе более 100 миллиардов химических соединений. Такое число молекул невозможно перебрать ни в одной лаборатории. На помощь приходит компьютерное моделирование. Однако мощности для этих вычислений учёным не хватает. Они призвали на помощь гражданскую науку, то есть всех желающих. Так появился проект COVID-7. Его разработали славянские учёные. «Они обратились к нам, и мы создали расширение их проекта. Если в их базовом проекте компьютеров было совсем немного, то нам удалось привлечь уже 5000 компьютеров. И это очень большая вычислительная мощность». Теперь в интернет-пространстве есть огромный суперкомпьютер, состоящий из большого числа машин обыкновенных пользователей. Таким образом, люди со всего света принимают участие в системе добровольных вычислений. Задания в такой системе необходимо грамотно перераспределять. Сейчас Наталья Никитина и другие специалисты Института прикладных математических исследований работают над этой задачей. «Необходимы специальные методы. Здесь на помощь приходит чистая математика. Мы надеемся также почерпнуть из этого проекта много новых идей для математических моделей, реализовать их и внедрить, что позволит сделать поиск лекарств ещё эффективнее». Некоторые сотрудники Карельского ночного центра тоже присоединились к программе добровольных вычислений. «Например, я иду спать, оставляю на ночь компьютер, и я знаю, что он считает, он что-то делает, отправляет результаты. И, не знаю, у меня внутри появляется ощущение, что я тоже каким-то образом участвую в решении этой действительно всемирной проблемы». Чтобы помочь в поиске лекарства, не обязательно разбираться на экспертном уровне ни в математике, ни в биологии. Достаточно обладать минимальной компьютерной грамотностью. На сайте проекта необходимо скачать специальную программу, установить её на свой компьютер, выбрать проект и запустить его. Система работает в фоновом режиме и наиболее активна в часы наименьшей загруженности компьютера. Результаты вычислений отправляются автоматически. Виктория Швецова, Варвара Ермоленко, Служба новостей.